здравствуйте это пятый выпуск на канале дискуссионного клуба 5 выпуск прожектора это необычный выпуск потому что сегодня у меня в гостях кто человек который сам ведет youtube канал и еще какой это марк фигин рулевой канала фиген life марк привет рад пресс аркадий марк не только ютюбер это политик известный адвокат недавнем прошлом соратники просто мой хороший товарищ он примерно понял что такое прожектор моя задумка начинающего ютюбером и минут за 15 может быть 20 мы высвечиваем главный на этот момент но с учетом его значимости как ютюбера как руководителя я считаю ведущего российского аналитического канала я бы хотел с ним поговорить о роли новых медиа вот то чем мы занимаемся и взаимоотношения с государственными псевдо государственных псевдо независимы что мы можем из этого изъять полезного для нашего общего дела потому что не секрет мы конечно этим занимаешься не потому что хотим стать журналистом потому что мы занимаемся давно политиками я был депутатом госдумы 2 сазе марк был первого по моему самым молодым депутатом достаточно давно мы знаем друг друга вместе участвуем и форумах в минусе и касьянову когда-то помогали короче говоря марк пожалуйста высвети нам в нашем прожекторе включи свет вот на эту часть нашей политической работы на то что мы здесь может быть не доделываем что нужно принимать во внимание как ты это видишь как ты это делаешь как это ты будешь продолжать делать и мы с тобой вместе пожалуйста но вообще надо сказать что видеоконтент и вообще видеоблогерство о котором мы ведем речь это действительно является неким альтернативным информационным пространством альтернативным информационным обменом и политическим обменом в условиях россии потому что совершенно другую роль это несет где-нибудь соединенных штатах или других местах где собственно говоря речь идет не о свободе информации и и способе передачи через интернет-площадки а свободный такой же обмен которые люди могут себе позволить это не какие-то крупные большие медиа не журналистки так сказать источники информации а именно что отдельные так сказать пользователи интернета могут себе позволить как всякий в наших условиях когда фактически в россии отсутствует свободные сми они как ну орган информации орган распространения свободного обмена информации распространение политической информации отсутствует полностью то альтернативные площадки превратились в такой исключительный источник замещение этой функции то есть то что не делают официальные медиа неважно это искать радио газеты телевидение делает вот такая такая площадка как youtube но она не идет в некотором смысле компенсирует дефицит информации честного слова гласности в конце концов она не добавляет это некая не дополнительная функция к имеющимся действующим крупным сми телеканалом а именно что заменяет поскольку те не выполняют этой функции поскольку в основном телевизионный канал ну практически на сто процентов это пропагандистские каналы то есть в россии это так это государственный и пропагандист каналы ну либо с государственным участием это ничего не меняет а так сказать видео контент создаваемый понятно что он может проигрывать профессиональном качестве в содержательности может даже фактчекинге и так далее но он все-таки позволяет восполнить это очень важную функцию свободного информационного обмена свободного распространения информации которые является неотъемлемой частью гражданского общества по-другому просто не бывает вот что касается конкретно меня я не являюсь журналистом и не претендую на эту роль потому что что такое журналист это человек беспристрастно собирающий распространять информацию он старается скрывать это не всегда получается но все-таки старается скрывать свои личные отношения с этим тоже сейчас плохо на западе в известном смысле потому что слишком остро складываются отношения в той же сша в связи с нн это фактически партийный канал демократов или fox news которые республиканцы поэтому но все-таки их много они разные они конкурируют и есть выбор и никто не знает кто выиграет вот по сей день никто не знает выиграть тот или другой в россии никаких выборов нет никаких каналов принадлежащих разным там партиям крыльям направлением нет это все одно единое целое внутри себя есть какая-то внутри видовая возня но она никакой роли не играет это не является свободным источником распространения информации вообще у нас есть цензура это в основном цензурные сми его повторяя не делятся на государственные пропаганду и на такие условно кремлевские сми с государственным участием который позволяет на себе работать совершенно другой аудитории так вот я не являюсь журналистом я являюсь политическим блогером то есть моя позиция пристрастно она направлена против государственной власти власти политической против путина конкретно вот мой канал работ против путина то есть это не не какая-то там абстрактная я вот пытаюсь как-то изыскивать информацию я говорю открыто это против путина канал а вот потому что под этим подразумевает все остальное соответственно против пропаганды против той политики которая осуществляется неважно путиным или его окружением или его властью тогда это уже не имеет значения это главная характеристика все они без пристрастия это первое второе значит я по силе возможности стараюсь чтобы этот канал был не только источник распространения информации но и способом политического агрегирования и объединения людей подобных мне взглядов мне не нужны собственно говоря в качестве аудитории так их называют ватники там сторонники путина они мне не нужны то есть они могут меня не смотреть они могут смотреть не смотреть меня это уже не 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 беспокоит я не работаю с этой аудитории она мне не интересно то есть у меня нет цели значит собрать там всех и тех и других и третьих сербур малиновых тогда нет даже если на моем канале появляются собеседники а я делаю не интервью я делаю беседы которые ну скажем так противоположных от меня взглядов находятся это редко но бывает да такие люди появляются у меня баронова была какая-то или режиссер некрасов но они явно так сказать не попадают в категории некрасов в общем то такой он старается нейтралитет какой-то демонстрирует он поезжал на форумы тем не менее за последние годы его позиция она ясно артикулирована и так далее но я просто говорю о том что тем не менее мы получаем от них информацию там или вступаем с ними в дискуссию для чего для того чтобы свою аудиторию тех кто ищет этой свободной информации те кто противостоит этому режиму чтобы они еще и посмотрели на других вот это тоже допустимо это тоже понятно но таких людей как сергей марков наверное мы на твоем канале нет мы не увидим пропагандистов во первых не о чем с ними разговаривать аркадий разговаривать это во первых помимо того что люди там с мозгом насекомого с моей точки зрения там нервный узел не мозг а нервный узел есть почитать их всех или посмотреть вам это очевидно я не представляю этого персонажа по моему слюни сквозь экран даже долетает я просто я понимаю марков от нарицательное имя да это табличка на одном из кабинетов кащенки но там же есть и типы которые изображают из себя приличных понимаешь которые пытаются там как-то чего-то где-то но они ничем не отличаются в существе поэтому разговаривать с ними практически не о чем вот с такими с пропагандистами я почерп есть какая-то среда там журналистская немножко экспертная которая да она чаще маневрирует это люди которые пытаются значит просто из-за денег работать с этой властью но и это люди которые содержат некое профессиональное начало то есть им нельзя отказать там умеет так далее но у меня их тоже в общем-то нет потому что они боятся ходить на такой канал который я внимательно слушаю он а с той стороны баррикад но весьма интересен он конструктивен это ренчуков ты с ним лично не знаком практически не знаком практически он не пойдет он знает мира игры он знает правила игры и по этим нет он мог бы так такой человек на дискуссии могут появиться да такой мог бы то есть такой бы человек действительно мог оказаться на канале но не для того чтобы просто высказать свою позицию а для того чтобы устроить какую-то дискуссию с каким противоположным мнением поскольку ты помнишь он взгал штаб собянина на выборах вот еще недавно в прошлом году приятный человек я с ним лично не знаком я просто вот как тоже начинающий блогер пытаясь выстроить свой канал участь у тебя и в этом смысле я твой коллега младший наверное недавно этим занимаюсь и мне очень интересно я думаю моим зрителям тоже твое видение и далее я бы хотел тебя спросить все-таки вот фактически ты признаешь что мы сейчас тобой но ты в первую очередь создаешь такую газету искров из которой да можно допустить можно да да потому что канал может стать коллективным организатором это продемонстрировал навальный отравленный да то есть его отравили далеко наверное не в последнюю очередь из-за того что он создал медиа империю самой настоящей медиа империя потому что он начал играть роли в этих альтернативных медиа главную роль то есть по сути в ютюбе главным альтернативным блогером главным источником вот той информации о которой мы говорим и главным агрегатором протеста был все-таки навальный у него несколько каналов собственно алексей навальный навальный life ну там есть еще какие-то производные от них там это это действительно империя да так сказать большая огромная медийный холдинг но он работал надо работать будь здоров на следующий день получает новый да и поэтому он 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 был в известном смысле номер один просто сейчас теперь непонятно они его фактически попытались убить что там будет мы не знаем я думаю что цель их в том числе и разрушить вот этот большой медиа холдинг навального цель это помимо прочих там есть и другие они опасаются там за одно за другой за третье за его роль в протесте за так сказать беларусь там много чего там транзит они же детям хотят власть передать соответственно конечно для них в какой-то последние вот два года стало очевидным что вот они вбухивают деньги в первый канал там в россии один там и тогда и видят что аудитория туда уходит они же цифры-то видят она уходит в интернет она выходит в альтернативные медиа вот именно связанные с интернетом там сайты газет там видеоконтент вот в том же ютюбе и так далее и совершенно стало понятно что даже появление таких ублюдков пропагандистов типа соловьёва в ютюбе это тоже показать того что они понимают будущее там оно не в том что они делали для аудитории старшей так сказать которая традиционно смотрит телевизор слушает радио наверное я даже не знаю кто сейчас слушает радио и там что мы тоже понимаем эти процессы не хуже их по крайней мере и у нас есть преимущество это то что у нас качественный зритель но у нас я говорю сообщества каналов вот прежде всего это твой канал и другие и конечно у нас мы работаем не за деньги мы работаем как члены гражданского общества может быть активисты которые что-то имеют за плечами сейчас вы просто новой формы находим и в этом я с тобой солидарен и надеюсь мы будем сотрудничать так или иначе вторая часть сегодняшнего нашего разговора еще один такой вопрос касается таких ресурсов как дождь эхо москвы которому тебя зубы отношений хотелось бы его услышать вот не на твоем канале а здесь потому что я тоже отношусь с определенным скепсисом я назову такую фамилию как чемизов которая стоит за некоторыми ресурсами что ты знаешь что ты можешь сказать на этот счет чтобы раскрыть глаза нашим зрителям и понимать какую информацию они получают от кого как ее нужно селектировать фильтровать и что все это в общем процессе назначить пожалуйста но вот смотри это во первых публичная информация чемизов официальный совладелец новой газеты то есть он ее совладелец там и лебедев продолжает присутствовать там и часть для акцию редакционного коллектива часть там у гробачева фонда но все-таки чемизов совладелец это не какой-то посторонний человек ровно также как газпром медиа является мажоритарным акционером эхо москвы то что касается дождя но там несколько источников финансирования чемизов них разное время тоже присутствовал там у чубаси деньги были но в значительной степени это были деньги медведевы это известно так сказать отношение с тимаковой главного владельца так сказать сенгеева и так далее но в чем смысл существования вот этих продолжающих терять конечно свой вес медиа которые позиционируются как независимый но по существу они деградировали все последние годы там с 12 я считаю года особенно эхо москвы хотя она какую-то функцию в нулевые еще выполняла очень важный вот того обмена которым мы с тобой говорим потому что технологии еще не позволяли делать полноценные альтернативные медиа и телевидение вот в сети интернет том же ютюбе это все было очень хиленько начало делать радио свобода многие начали делать но но там и количество и качество и сейчас вот эти технические навороты которые позволяют делать все это они и сами ушли фактически во все эти видео хостинги в эти площадки но в чем неизменность такого как эхо москвы почему все говорят эхо москвы пресловой потому что эхо москвы это системная либеральная часть власти то есть это их ресурс который используется в интересах власти для работы с нелояльной аудиторией не моя формулировка ее много раз уже артикулировали это не то что я какое-то откровение здесь пытаюсь продемонстрировать что вот смотрите я вам открываю глаза нет это известная вещь они работают с нелояльной аудиторией системе там то ли 12 14 процентами которые власть ненавидит вдруг путина ненавидит которые кремлю относятся отрицательно которые хотят перемен и вот с ними тоже надо работать надо дать должное на иезуитской способности нынешнего кремля это во многом благодаря спецслужбам во многом благодаря потому что они понимают более разносторонне как надо работать с нелояльными потому что всех не пересажаешь 14 процентов гигантская цифра масштаба страны 7 надо работать что надо делать и самое главное это создавать заглушки для выражения этого самого недовольства ты знаешь как принято расхожее мнение что революции делают единицы процентов и к ним к этой активной части конечно нелояльная недовольная часть населения относится поэтому главная задача этих сми блокировать всякие радикальные выразимся так устремление вот это нелояльная часть и они это делают с успехом вот венедиктов это так сказать адепт возможных вот этих всех заглушек которые должны осуществляться ведь к чему собственно говоря служит это сми она ведь выполняет не просто функцию распространение информации там дать площадку выступить каким-то независимым на публицистом лицам там общественно значимым медийным нет он берет на себя большую функцию чем журналист он берет на себя функцию посредника посредника между гражданским образом и властью ведь вот эти все его походы под шашлычок и коньячок это походы для того чтобы договориться с властью о чем-то от имени общества но выполняя задачи которые ему ставит власть вот эта функция я хочу подчеркнуть она не нужна она вредна она опасна потому что напомню тебе и уход в двенадцатом году значит с площади одной на болотную да когда протест изменил вектор да с театральной на болотную и сейчас прошлом году то же самое было по этим альтернативным передатом в на муниципальных выборах точнее на выборах мосгордума вот в москве были такие мощные это все функция вот таких заглушечных людей которые от этой власти получают деньги потому что никаких иллюзий питать не надо газпром медиа государственная компания это убыточная радиостанция эхо москвы она полностью финансируется из денег газпрома а что-то газпром это что частная лапка нет это госкомпания и поэтому он не может как говорится выступать против своих работодателей естественно так сказать вы должны смотреть не за выступающими отдельно значимыми честными свободными лицами мнение которых вам важно там шиндерович или я не знаю для кого-то латынина для кого-то альбац там неважно а за редакционной политикой вот в целом редакционная политика направлена прежде всего на то чтобы препарировать ту информацию которую вам дают в пользу власть в конечном итоге пользу власть я с тобой согласен и я еще дополню соображением таким что его тащат за уши мне довелось венедиктом здесь в новосибирске в одном книжном магазине дискультирует и я ему задал вопрос как он относится к тому что он становится монополистом и он знает что сказал публично отвечаю я купила пирожки вот моя обулочная если государство соседнюю объявляет нелегальной говорит что там травят людей и эти покупатели идут за булочками ко мне то почему я должен быть недоволен вот собственно говоря алексей алексеевич это все все раскрывает но много можно еще на самом-то деле он ходит и бегает в эти органы и говорит вот в той булочной травят а если не травят все равно закройте эту булочную он идет дальше он лукавит когда говорит что а чё я тут здесь причем нет это товарищ который занимается целенаправленно уничтожением на этом поле выжигает любых конкурентов для чего для того чтобы оставаться в этой монополии то есть лакмус один если вот завтра пойдет режим то будет тысяча москвы десятки там радиостанций никто не будет смотреть эту радиостанцию или там я не знаю этот канал по той простой причине что он малопрофессионален и инерция того что они делают под цензурность она повлияла настолько что они обнулились и как журналисты как люди собирающие информацию я я немножко тебе возражу на самом деле в коллективе много достойных журналистов которых я не слушаю это не одно и то же это не одно и то же я понимаю я а я говорю о личных качествах людей которые там работают это их работа и они наверное некоторые делают делают возможно я тебе уверен на канале культура вообще через одного все замечательные люди работают но тем не менее мы будем печь свои пирожки надеюсь этом наше качество будет совершенствоваться и завершая наш разговор я хочу тебя попросить как ты это делаешь на своем канале сказать как ты там это говоришь разбрасывайте все эти ссылки на этот эфир подписывайтесь на канал только скажи пожалуйста это в отношении канала аркадия янковского youtube канал разбрасывайте ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях группах которых вы стоите на канал аркадия янковского я хочу тебе добавить что я в принципе за то что такие каналы мне не жалко так сказать их на распространение информации о них я не чувствую конкуренции почему то чтобы еще раз повторяю я не блогер в обычном смысле не журналист который боятся этой конкуренции как с булочной о которой рассказывают лохматый венедиктов я занимаюсь политической работой политическим бой и так ее воспринимать и чем больше будет союзников политических блогеров тем будет лучше просто очень важно чтобы эти люди чувствовали единую цель и задачу у нас стоит в разрушении системы власти владимира путина все что он олицетворяет нынче в россии если этому служит разные блогер с разными мнениями значит дискуссионными мнениями не согласны и согласны друг другом то это хорошо это хорошо это способ общей цель большое спасибо коллега в прожекторе номер пять на моем канале был марк фиген до новых встреч до свидания